Долго продержаться на пределе сил и чуть больше за пределом. Так можно характеризовать соревнования в гиревом спорте. В нем нет раскачанных мышц, эффектных бодибилдеров. Здесь главная выносливость. В руках Владимира Королева 24 килограмма с видимой легкостью преодолевают силу тяжести. И так 392 раза на чемпионате мира. Щелковский спортсмен присоединился к соревнованиям, организованным Международной конфедерацией мастеров гиревого спорта. В интернете посмотрел протоколы международных соревнований, результаты. Заинтересовался этим. И уже последние пять лет именно уже готовился к марафонам гиревым. И решил выступить на чемпионате мира. Попробовать как психологически на чемпионате мира. Готов к этим результатам, которые на тренировках показывали или нет. Ну, поехал в Архангельск в этом году на чемпионате мира. Успешно. Выиграл номинацию все. Владимир Королев одержал победу в номинации «Толчок гири» с многоразовой сменой руки. То есть полчаса двумя руками попеременно совершал подъем гири весом в 24 килограмма. Этим летом у спортсмена юбилей исполняется 55 лет. По правилам тяжелоатлет выступал именно в данной возрастной категории. Отмечает, что сейчас спорт набирает массовость как у молодежи, так и среди ветеранов. В последнее время спортсмена можно было увидеть на районных соревнованиях войска Подмосковья. Нередко Владимир Королев тренируется и в физкультурно-спортивном клубе «Медвежья озера», во многом благодаря которому выступил на чемпионате мирового уровня. Ветеранское движение стало как-то открываться. И вот сейчас ГТО, ветераны как-то есть. Более-менее сейчас направление такое наздоровление нации может быть. К гиревому спорту Владимир Королев пришел еще в юношестве и занимается вот уже более 35 лет. Увлекается и футболом. Даже сейчас продолжает играть. Однако гири всегда оставались чем-то особенным. Как сам отмечает, исконно русским видом спорта, развивающим силу и выносливость. На тренировках Владимир Королев выступает и с гирей весом в 32 килограмма. Если не занимаешься определенное количество времени, неделю, уже начинаешь чувствовать себя по-другому. Альтернативы спорту не вижу я. Останавливаться на достигнутом, само собой, не планирует. Теперь его цель – марафон, часовой цикл упражнений. Подумывает выступить в декабре на Кубке Европы в Москве. В очередной раз показать пример молодежи. Спорт – это не просто увлечение, но образ мыслей, который может и должен остаться с вами на всю жизнь. Александра Гранич, Александр Рожевский, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова